Приветствую вас, Линда. Вы знаете, вот тот вопрос, который вы задаете, я вам могу сказать так, что вы здесь говорите не о выборе или не быть с ним, хотя это тоже безусловно важно. Мне кажется, вы говорите немножко о другом, мне кажется, вы говорите о своей тревоге, мне кажется, вы говорите больше о своем страхе, вы говорите вместе с тем, как мне кажется, о своем страхе одиночества, то есть о страхе социальной. Вот. А я, конечно, не знаю, я, конечно, могу ошибаться, безусловно могу ошибаться, но мне вот видится так, что по собственному опыту я могу сказать, что вот то, что вы много говорите про него, то, что вы его очевидно идеализируете, вот, ну, в определенной степени, конечно, вы его идеализируете, это заметно, это заметно, вот, не знаю, заметно где-то мэр, но в стране это заметно, что вы его идеализируете, заметно, что вы, вероятно, даже им защищаетесь, вот, что в принципе неплохо, я ничего плохого в этом не вижу, но важно понимать, что защищаюсь человеком, как бы в данном случае конкретном, мне кажется, что вы забываете про себя, забываете про себя и себя саму, как бы, ставите на второе место, вот. После него, обратите внимание, как вы говорите, что он умный, там, и прочее, 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 это может быть и так, может он умный, да, как бы не спорю, я не спорю с тем, что он умный, здесь история немножко, немножко в другом, больше, здесь история в том, что, как бы, ну, возвеличивая его, да, возвышая его, вы принижаете себя, как мне кажется, и вот это является проблемой, вот, как мне кажется, опять же, повторюсь, вот, поэтому, в первую очередь, вы говорите, как мне кажется, о своих страхах, вот, в первую очередь, вы говорите о своих страхах, как мне кажется, как мне кажется. И, соответственно, свое внимание, я предлагаю вам обратить именно на это, на то, что вы тревожитесь, на то, что вам, к примеру, к примеру, вам тяжело сделать выбор, вот, ну, то есть, вы не можете его сделать, например, да, то есть, вы боитесь сделать неправильный выбор, например, вот, или вы, там, боитесь его потерять, или, то, что, вот, он такой, я имею ввиду, то, что он, вот, ах, как вы говорите, умный, и так далее, да, вот, для вас имеет значение большое, то есть, ну, я имею ввиду, что для вас это многое значит, вот, и значит, для вас это может быть больше, чем, там, ну, чем вы себе представляете, допустим. Опять же, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, как бы, это непонятно сейчас, вот, вот, но мне бы хотелось, чтобы обратили на это свое, свое внимание, потому что это такой достаточно важный момент, вот, с позиции, ну, с позиции психологии, да, с позиции психотерапии, вот, вот, поэтому, как бы, тут, такая вот история, что такой момент, есть, вот, соответственно, если вы разберетесь с своими чувствами, если вы разберетесь с своими переживаниями тут, то вам будет уже в разы легче смотреть, как действовать дальше, вот, понимаешь, да, что я, что я, что я, что я хочу сказать, вот, сейчас вам это сделать сложно, там, потому что, вы не очень понимаете, где вы, где мужчина, где, где, ваше чувство, где его, и с одной стороны, если вам он нравится, с другой стороны, вы боитесь его увлечения, это нормально, вот, но, для вас, в случае, получается, что это не жесткая установка, что, что человек зависим, значит, с ним в отношениях быть нельзя, то есть, вы готовы это принять, что у него есть вот такие увлечения, понимаете, я не буду морализаторствовать здесь, да, и говорить, что такое нельзя принимать, и все прочее, нет, я хотел бы немножко про другое сказать, вопрос о том, если у вас выбор, то есть, можете ли вы поступить по-другому, вот, что у вас, на мой взгляд, если вы можете поступить по-другому, если вы можете поступить иначе, если это ваш свободный выбор, окей, если вы принимаете возможные негативные, негативные последствия, окей, окей, все замечательно, все супер, никаких, как бы, сложностей нет, но если выбора у вас нет, если вы это делаете, потому что, там, условно говоря, чего-то боитесь или чего-то опасаетесь, то это не выбор, вы не свободный, а, значит, вы поступаете так вынуден, а, значит, совершенно не факт, что вам будет комфортно, вот, такая вот история, к сожалению, к сожалению, вот, поэтому, эм, я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос. Я бы рекомендовал бы еще изучить тему созависимости, которая может быть для вас актуальна, вот, то есть, вы можете быть склонны к созависимости, а также посмотреть, а что еще, помимо вам интересного, ну, то есть, вот, что еще в жизни вообще вам может быть интересного, то есть, помимо молодого человека сейчас что-то интересного у вас есть в жизни или нет. На этом все, надеюсь, что помог вам, эм, желаю всего самого доброго, удачи, э, буду благодарен вам за отклик по моему ответу, поэтому это может послужить началом вашей работы над собой. Удачи вам! Спасибо.